Карточные и настольные игры на деньги. Покер, карточный дурак, нарды, шашки, шахматы, преферанс, домино и многое другое на игрок24.com. Для игроков родной как дом. игрок24.com. Минимальный депозит всего 50 центов. Добро пожаловать в школу покера. Это третий выпуск передачи из цикла «Учитесь у профессионалов». Лучшие покерные игроки мира поделятся с вами секретами мастерства. Разумеется, речь пойдет о стратегии, тактике покера, типичных приемах и так далее. Посмотрим, кто сегодня будет делиться с нами секретами своего мастерства. Это Даниэль Негриану, Фил Гордон, Клони Гоуэн, Фил Хельмут, Энни Дюк и легендарный Антонио Сфандиари по прозвищу «Фокусник». Итак, третий выпуск программы «Учитесь у профессионалов». Действительно, многие хотят иметь очень большой стэк, чтобы комфортно чувствовать себя за покерным столом. Данная передача не предлагает большого стэка, однако представляет множество весьма ценных советов. И нам представляют ведущих Крис Роуз и профессор покера Хоуарт Леддеров. Действительно, тяжело играть против покерного профессионала, однако Крис Роуз надеется, что эти уроки помогут даже любителям противостоять маститам игрокам. И тема сегодняшней передачи – слоу-плей. Один из самых рискованных приемов в покере. Давайте определимся с термином. Что же такое слоу-плей? Речь идет о скорости, говорит Хоуарт Леддер. Однако скорость в данной ситуации означает несколько не то, о чем многие, наверное, подумали. Речь идет о том, на какой стадии розыгрыша большинство фишек приходит в банк. В данном случае речь идет о поздних стадиях, в частности, четвертой и пятой улицы, Терни и Ривери. При этом, очень важно, отмечает Крис Роуз, чтобы у вашего противника тоже была достаточно сильная рука. Или он имел возможность поймать руку, достойную руку, на одной из поздних улиц. Рассмотрим классический слоу-плей в исполнении Тидже Клутье, известного игрока. Итак, в банке четверо, в том числе и Клутье. Обратите внимание, что у Клутье пара девяток, и он поймал сет на флопе. Пропускает торги Клутье. Все его оппоненты также прочекали. Ховард Ледерер считает, что его девятки вполне достаточны для агрессии и ставит. И обратите внимание, что Клутье всего лишь уравнивает. Ну, действительно, доска раскоординированная. Нет никакой опасности Стрита или Флэша. У Айви Стрит-Дро, правда, в дыру, и он разыгрывает его агрессивно, делает рейс, чего, наверное, Клутье как раз и ждал. Клутье в этот момент перекрутил и выиграл большой банк. Обратите внимание, что Клутье был уверен, что у него сильнейшая рука, доска была безопасная, и поэтому он мог позволить своим соперникам натягивать. А вот еще другая интересная раздача, в которой Тед Форест продемонстрировал просто фантастическое терпение. Итак, двое выходят на флоп, у Фореста трип стузов, пропускает торги Форест, Гейзес в ответ также, чек. И вот на ривере открывается дама, теперь у Гейзес пара, вторая пара. И в этот момент, наконец-то, Форест ставит после чека Гейзес. Делает приличную ставку, и Гейзес уравнивает. Выигрывает Тед Форест этот банк. Обратите внимание, что если бы Форест поставил на флопе или терне, Гейзес выбросил бы свою руку в пас, и он бы не сумел добраться своей сильной комбинации. А так он позволил Гейзес поймать даму, и его трип стузов был оплачен. Обратите внимание, говорит Ховард Ледера, что в данных примерах у оппонентов, игрока, который применял слоу-плей, не было ни малейших шансов на победу. То есть 0%. Именно это отличает хороший слоу-плей. Далее в программе Ховард Ледерер проанализирует типичные ошибки, которые допускают любители, имея очень сильную руку. Его сестра Энни Дюк расскажет о классическом Телле, то есть о классической подсказке, которая позволяет судить о руке противника. Также нас ждет круглый стол с участием Хельмута, Негриану и Гоуэн. Предметом дискуссии будет вышеупомянутый слоу-плей. Рискованный, но очень эффективный покерный прием. Смотрите следующую часть третьей программы. Учитесь у профессионалов из цикла «Школа покера». Возвращаемся в «Школу покера». Третья передача из цикла «Учитесь у профессионалов». Итак, круглый стол и ведущие игроки мира обсуждают слоу-плей. Участники этого круглого стола Ховард Ледерер, Даниэль Негриану, обладатель четырех браслетов мировой серии. Крис Роуз поинтересовался у Даниэля, где же его знаменитый хоккейный свитер. Известно, что Даниэль является большим поклонником хоккея и клуба Торонто Мэйпл Лис в частности, но Даниэль ответил, что он надевает хоккейный свитер лишь на финальные столы. Фил Хельмут, обладатель одиннадцати браслетов мировой серии. Фил Гордон, обладатель браслета WPT и автор очень неплохой книги «Little Green Book». Клони Гоуэн. У нее не так много выдающихся успехов, однако она регулярно очень неплохо выступает в турнирах. И первый вопрос от Криса Роуза, он адресован Даниэлю Негряну. Самый базовый совет, как применять слоу-плей. И первое, о чем говорит Даниэль Негряну, нужно применять этот прием с большой осторожностью. Очень часто, особенно любители, применяют его слишком часто. Например, с топ-парой, например, с парой валетов, с парой дам. Однако в безлимитном техасском холдоме это чревато. К нему присоединяется Клони Гоуэн. Подчеркивает, что слоу-плей можно применять только с очень сильной рукой. То есть, конечно же, вы подтягиваете противника, надеетесь, что он что-то поймает, но вы можете применять этот прием только с очень сильной рукой. Фил Гордон говорит о том, что, пожалуй, лучшим среди присутствующих в использовании этого приема является Фил Хельмут. Потрясающе он демонстрирует смелость и хладнокровие. Фил Хельмут, разумеется, развивает тему и рассказывает об очень интересном случае своей практики, когда он дважды применял слоу-плей против Криса Фергюсона, дважды выиграл раздачи, удостоился комплиментов от Гейба Каплана. Однако, в следующий раз, когда он абсолютно в такой же ситуации использовал слоу-плей, он подвергся астаркизму, и Гейб Каплана сказал, что этот прием слишком рискован. Ну, действительно, это, как говорится, палка о двух концах. Это и отличает очень сильного игрока умение применять этот прием по ситуации. Причем, Фил Хельмут тогда выбил Криса Фергюсона в двух раздачах. Оба раза он зашел колом с карманными парами, и в ответ на ставку шел ол-ин. Фил Хельмут подметил очень интересный момент, когда игрок говорит уже чек на ривере, ну, а перед этим он атаковал, это значит, что его запас иссяк, и нет ничего слаще. Негряну отмечает, что слоу-плей требует мастерства и большого опыта. Причем, большие мастера часто понимают, когда нужно бросать, нужно уже не идти по этой гибельной тропе, а любители, наоборот, с двумя тузами калируют до конца. Фил Гордон отмечает, что слоу-плей это, образно говоря, не вещь в себе, то есть вы должны иметь четкое обоснование для того, чтобы применять слоу-плей. Вы применяете его, когда чувствуете, что оппонент действительно может поймать хорошую руку, и только в этом случае. А Клони Гоуэн подчеркивает, что не надо заигрываться. Например, вы применяете слоу-плей против игрока, который на дро, и он ловит нужную комбинацию. В этом случае вы должны иметь мужество отказаться от своего слоу-плея и, образно говоря, капитулировать. Фил Хельмут говорит о том, и ему тут же вторит Даниэль Негриану, оба этих великих игрока подчеркивают важность слоу-плея со стороны агрессивного игрока. Действительно, любой агрессивный игрок должен пытаться разнообразить свою палитру. И более того, именно в исполнении агрессивный игрока слоу-плей очень эффективен. Ведь очень часто, если агрессивный игрок говорит чек, многие считают, что у него просто ничего нет. Конечно, миксовать свою игру это очень хорошо, однако Клони Гоуэн рассказывает о том, что в поединке с Тедом Форестом она испытала немалые проблемы. Она как раз думала о том, что Тед будет как-то пытаться разнообразить свою игру, а он играл наоборот, все время используя одну и ту же линию, одну и ту же стратегию. Развивает мысль Даниэля Негриану Ховард Ледерер и приводит в типичную ситуацию. Агрессивный игрок сделал рейс, вы заколировали, вы без позиции, открывается флоп, вы чек, и он чек. Хуже этого ничего быть не может. Вы, может быть, уверены в том, что у противника очень сильная рука. Фил Гордон вторит и говорит о том, что если на доске нет дро, а противник без позиции колирует, это означает, что у него очень сильная рука. В следующей части нашей программы Энни Дюк делится Теллом, Антонио из Фондиари показывает несколько трюков с фишками, а Ховард Ледер разбирает типичные ошибки любителей. И наступает пора нашей традиционной покерной викторины. Как часто два туза проигрывают двум случайным картам? А. В 8% случаях, Б. В 15, С. В 20 и Д. В 33. Ответ после небольшого перерыва. Возвращаемся в школу покера. Третья программа из цикла «Учитесь у профессионалов». И, как и было обещано, ответ на наш вопрос. Как часто два туза проигрывают в случайной руке? И правильный ответ. Б. В 15% случаев. 15% не так мало, сомневается Крис Роуз. Ховард Ледер отвечает, что в этом и заключается суть покера. Если у вас два туза, вы должны стремиться к тому, чтобы сократить количество своих оппонентов. И лучше всего этой цели отвечает префлоп рейс. Вы должны сократить количество так называемых лимперов. Проанализируем раздачу с участием любителей. Шесть игроков за столом. Кристиан сидит в первой позиции в так называемом УТГ. У него пара тузов. Стандартная игра в такой ситуации это приличный рейс. Однако он заходит колом и провоцирует цепную реакцию лимпов. То есть несколько игроков заходят колом. Открывается флоп, два валета и пятерка. Тузы в такой ситуации в принципе стоят очень неплохо. Никаких дро на доске нет. Однако если у одного из оппонентов Кристиана валет, его дела плохи. Ставит Кристиан и ставит много в надежде выбить всех противников из банка. Однако его соперница Аманда идет ол-ин. Ну что ж, у Кристиана непростое решение, однако он после секундного колебания также двигает все свои фишки в центр стола. И вот выясняется, что у Аманда валет, а значит, что у Кристиана большие проблемы. Терн и Ривер его не спасают, и таким образом огромный банк уходит в направлении Аманды. Особенно досадно для Кристиана то обстоятельство, что если бы он открывал торги Рейзом на префлопе, его соперница, конечно бы, выбросила свою руку в пас. Валет 3 очень слабая рука. А Ховард Ледерер подчеркивает то обстоятельство, что если у вас два туза, вы должны пытаться сократить количество своих противников. Небольшая иллюстрация. Представьте, что у вас два туза, на доске лежит валет, и вы против восьми карт. То есть, против соперника, у которого восемь карт. Какова вероятность, что у него окажется валет? Весьма велика. Мы столкнулись именно с такой ситуацией. Да, противник был не один, и у него было не восемь карт, но противников было четверо. И таким образом, те же восемь карт. Одним словом, своим колом на префлопе Кристиан позволил фактически восьми картам увидеть дешевый флоп. И что случилось, то случилось. Мы все с вами прекрасно видели. Крис Роуз благодарит Ховарда Ледерера за урок и обещает не повторять такой ошибки в будущем. Итак, пришла пора поговорить о так называемых Телзах, то есть подсказках, которые позволяют судить о силе руки противника. И предоставляем слово Энни Дюк. Если у вашего противника не очень сильная рука, то он, как правило, ставит фишки с таким характерным звуком, стуком, с прихлопыванием, действует очень энергично. А вот если у него рука действительно очень сильная, то его движения медлительны, методичны и аккуратны. А в следующей части нашей программы нас ждет беседа родственников брата и сестры Ховарда Ледерера и Энни Дюк. Антонио из Фондиари покажет нам несколько трюков с фишками. Даже если вы не можете играть как про, вы сможете выглядеть как про, говорит Антонио. Возвращаемся в школу покера. Третья программа из цикла «Учитесь у профессионалов» и сегодня в гостях у Криса Роуза брат и сестра Ховард Ледерер и Энни Дюк, которые отвечают на вопросы зрителей. Первый вопрос от «Покерлавдан». Я очень хочу стать покерным профессионалом, но многие мне говорят, что жизнь покерного про совсем не такая гламурная, как кажется. Конечно же, в жизни покерного профессионала немало светлых моментов. Вы много путешествуете, останавливаетесь в прекрасных отелях, да и деньги, что и говорит, неплохие. Но, есть одно но, вы должны быть очень сильным игроком. Желающих пробиться в стан элитных профессионалов очень много, и поэтому конкуренция, конечно, запредельная. Кроме того, покер, как ни крути, это не развлечение, а работа. Вы должны играть по 8-10 часов в день, нередко в прокуренных помещениях, не в самых лучших условиях, ну и к тому же, вы же не всегда выигрываете, есть и проигрыши, и это очень тяжело переживать в эмоциональном плане. Ховард Ледерер добавляет, что для того, чтобы выйти на этот профессиональный уровень, нужно потратить 10 лет упорной работы, причем, работая, вы не являетесь профессионал. Энни Дюк проводит параллели с Голливудом, многие туда стремятся, но лишь один процент становится звездами, а остальные, увы, вынуждены прислуживать в ресторанах. Очередной вопрос, кто лучше, вы или Энни? Вопрос, конечно, несколько провокационный. Ховард Ледерер отвечает, я не знаю. Энни раскусила брата и говорит о том, что он скромничает и уклоняется от ответа, потому что прекрасно знает, что он все-таки играет лучше. Все, что я могу сказать, говорит Ховард, что я потратил на покер 23 года жизни и очень, очень много в него играл. У Энни, что не говори, опыта все же поменьше. Наша традиционная рубрика «Трюки с фишками». Сегодня несколько трюков нам покажет фокусник Антонио из Фондиари. Фокусник, разумеется, это прозвище Антонио, под которым он известен в покерном мире. Итак, один из самых простых трюков с фишками, хотя он выглядит очень эффектно. Итак, вы зажимаете фишки тремя пальцами, а работает в основном большой палец. И вот таким вот образом вы перекручиваете фишку и заставляете ее перевалиться за остальные. И вот это очень важный момент, вам нужно вновь выстроить пальцы в исходную позицию для того, чтобы повторить это движение. Поначалу это немножко непривычно, но, например, мне потребовалось примерно полчаса для того, чтобы освоить этот трюк, рассказывает Антонио. Так что, даже если вы не можете играть как профессионал, уж выглядеть вы будете точно, весьма представительно. И в заключительной части нашей программы вас ждет продолжение круглого стола и Дэниэль Негряну расскажет о самом чувствительном поражении, которое он потерпел за покерным столом. Возвращаемся в школу покера. Третья передача из цикла «Учитесь у профессионалов». Лучшие игроки мира делятся с вами своими секретами. А в четвертом выпуске программы смотрите. профессор Ховард Ховард Ледерер расскажет о десяти заповедях покерного игрока. Круглый стол с участием Майка Матусова, Фила Хельмута и Даниэля Негриану. Как всегда очень эмоционален один из сильнейших и популярнейших игроков мира. И Крис Фергюсон продемонстрирует нам свое искусство метания карт. А мы возвращаемся за круглый стол, за которым собрались покерные звезды Даниэль Негриану, Фил Хельмут, Фил Гордон, Клони Гоуин и профессор покера Ховард Ледер. Крис Роуз выражает надежду, что советы профессионалов пригодятся покерным игрокам. Кстати, встретиться с этими игроками можно в интернете. И заключительный вопрос от Криса Роуза «Какое самое болезненное поражение, какую раздачу?» С наибольшим сожалению вспоминает Даниэль Негриану. И Даниэль отвечает, что это был главный турнир мировой серии 2001 года, последние 12 участников, и Даниэль подошел к этой стадии турнира в приятной роли чип-лидера, однако он заколировал ол-ин противника с рукой Туз-Король и проиграл двум шестерком, после чего покатился по наклонной плоскости. Но что самое печальное, отметил Фил Хельмут, что оппонент Даниэля Негриану назвал того американским идиотом. Может быть, я и идиот, не без иронии отмечает Даниэль Негриану, но уж точно не американский, а канадский, так что прошу это взять на заметку. Можно понять разочарование Даниэля Негриану, очень близок он был к заветному титулу. Кстати, за финальным столом того памятного турнира играли два участника нынешнего круглого стола. Речь идет о Филе Хельмуте и Филе Гордоне. На этом наша передача закончена. Я с вами прощаюсь. Для вас работал Денис Григорьев. Карточные и настольные игры на деньги. Покер, карточный дурак, нарды, шашки, шахматы, преферанс, домино и многое другое на игрок24.com Для игроков родной как дом. игрок24.com Минимальный депозит всего 50 центов.